Комиссары Комиссары Это он, Василий Клочков, герой нашего фильма, сказал Велика Россия, отступать некуда, позади Москва Он не стоял на параде победы, его уже не было в живых Он один из тех двухсот политруков, что удостоены звания героя Его имя стало легендой Оно увековечено в памяти смертным, но победным боем за Москву в ноябре Грозного для страны 41-го года 16 ноября 41-го года 28 панфиловцев во главе со своим ротным политруком остановили на Волоколамском шоссе 50 танков противника Бой у разъезда Дубосекова вошел в историю Великой Отечественной Всего 30 лет прожил Василий Клочков Как и где накопил он все то, что заключено в одном лишь слове «герой» Из-за будущей дочки ухожу я на войну 16 августа 41-го года До отправки на фронт созданной в Алма-Ате 316-й стрелковой дивизии комдива Панфилова оставалось два дня Вспоминает жена героя Нина Георгиевна Клочкова В тот день 22 июня мы с Василием пошли отдыхать в горы И конечно не знали, что уже началась война Когда возвращались оттуда из гор, уставшие увидели, что большое скопление у репродукторов просто на улице И вот Василий говорит, знаешь, Нинок, ты иди потихоньку, а я побегу, что-то, говорит, передают Ну, он пришел домой и говорит, знаешь, Нинок, ты не волнуйся, но вот у меня повестка, меня призывают в армию Ну, я ходил сам в военкомат, он говорит Ну, понятно, что на сердце было Хорошего, конечно, ждать нечего было, война есть война И сразу, значит, думаю, ах, а вернется ли? В Москве было трудно Москва ждала подкреплений Враг рвался к сердцу советской земли Захват Москвы любой ценой Захват, невзирая ни на какие потери Из сообщения главной нацистской газеты Фельке Шербя-Бахтер Великий час пробил Исход восточной кампании решен Последние боеспособные дивизии советов принесены в жертв Здравствуйте, мои любимые Ниночка и Элечка Сегодня вечером будем в Москве Фронт совсем близко Заметно, как по-военному летают наши ястребки Хочется чертовски побить паразитов Много мы проехали городов, деревень, сел И везде, от мала до велика, от души приветствовали нас Желали победы и возвращения Я больше всего смотрю на детей Дети возраста, Элечки и меньше тоже желали нам победы Конечно, вернусь я и свою дочь воспитаем вместе Бойцы 316-й Стрелковой Они приняли под Москвой свои первые бои Все вместе и каждый в отдельности Стояли за свою столицу твердо, насмерть Живут ветераны среди нас Каждый из них по праву горд званием гвардейца-панфиловца Им никогда не забыть обороны Москвы У каждого из них был свой политрук Но о Клочкове зимой 1941-го они узнали все Вспоминает командир санитарной роты Валентин Александрович Кириллов Василий Клочков, политрук 4-й роты 2-го батальона нашего полка Он был очень энергичный, контактный Проявлял большую заботу о солдатах Я был у нас свидетелем, когда он подбежит к солдату Его расспросит, что-то с ним поговорит А устанет, он прибегал и ко мне в санитарную роту И немножечко садился на повозку И продолжал движение вместе с нашей санитарной роты Но это были какие-то мгновения Он снова убегал к своим солдатам Солдаты его очень любили События тех грозовых дней Призыв дивизионной газеты за родину Бить врага без передышки В те дни состоялся разговор командира дивизии Панфилова С командующим 16-й армией Рокоссовским Рокоссовский Чем занимались эти дни? Знакомились с местностью Обследовали весь район обороны Панфилов Плохо, что у дивизии нет опыта боевых действий Да, воевать не приходилось, подтвердил Панфилов Но необходимые навыки бойцы приобрели за время обучения А каково настроение в частях? Люди хотят драться Ну что ж, надо готовить встречу врагу Ваша дивизия основная Враг, по-видимому, будет наносить главный удар здесь Держитесь Под Москвой фашистские войска сосредоточили половину своих солдат Вражеская махина рвалась к столице В те грозовые дни Политработникам Многое надо было объяснять бойцам Что временные неудачи действительно временны Что мы не вечно будем обороняться под Москвой Что зреет, зреет победа Милая жена и любимая дочь Ваш папа жив, здоров Неплохо воюет с фашистскими извергами Представили меня к правительственной награде К боевому ордену Красного Знамени Мне кажется, уж не так много я воевал И проявлял геройство Я только был бесстрашным и требовательным К бойцам и командирам Наше подразделение побило фашистов В три раза больше своих потерь Соскучился здорово Но ничего не попишешь Разобьем Гитлера Вернусь Обниму и поцелую Любящий вас папа Не в первый раз Они здесь, в Дубосеково Петр Васильевич Лагвиненко И Семен Васильевич Кухтенков Панфиловцы С ними автор книг о политруке Клочкове Валентин Осипович Осипов Александр Юрьевич Кривицкий Ныне известный писатель В ноябре 41-го Он первым вдохновенно и подробно Рассказал в Красной Звезде О боев Дубосеково Еще тогда он разыскал комиссара Одного из полков дивизии Лагвиненко С тех пор, как я увидел Клочкова На партийном активе Это все живет во мне Полным голосом Он в своем выступлении Заявил, что хотели Фрицы Завтракать В Волоколамске И обедать в Москве А чтобы позавтракать в Волоколамске Они вынуждены были все части заменить Которые были разбиты А чтобы пообедать В Москве И в Крюково не только разгромили А оттуда началась Наша победа Несколько лет назад Писателю Осипову Удалось разыскать тех, кто видел Клочкова перед последним боем Комиссар Мохамедьяров И Елена Алексеевна Скопкина А вы где жили тогда? Там где будка была? Да, да Вот эта будка на переезде Вот в этой будке Вот и какой он из себя был? Вот вы говорили Из себя я вам сказала Вот какой? Что был представительный такой С щупом Сапожки хромские Хороший, обходительный человек Такой ничего Чего же он в себе хороший Иду вот по лесу Смотрю на встречу Какой-то военный идет Я к нему на встречу Смотрю Василия Клочкова Вот мы встретились Но он поздоровался Это было утром Утром, как раз 16 утром Еще темно было И вот Он должен Товарищ комиссар Я направляюсь на радио Дубосекова Может быть уверены Мы до последнего вздоха будем драться Но Дубосекову мы немцам не отдадим Ну вы знаете Я занимаюсь биографией Буквально с дня рождения Вася Вы видите фотографии с Клочкова Так жаль, что их мало Вот он на Алтае Это 20-е годы И вот что я сейчас остановил Ну то, что он был комсомолец То всем известно То, что он вступил в партию В 1939 году Тоже всем известно Но оказывается в молодости Был из Бачонку По нему даже стреляли кулаки Он был с трем комсомольской организацией Он был членом райкома комсомола Членом бюро Райкома комсомола Участвовал в бригадах По коллективизации По хлебозаготовкам Потом перед самой войной Был старем избирательной Участковой комиссии В городе Ворске Был рабкором городской газеты Я 30 его статей Заметок Всякой информации обнаружил Руководил политкружками всякими То есть действительно Он комиссарству шел Как и все ваше поколение Комсомольских лет И стал он действительно политруком А можно сказать даже комиссар Он был в Москве до войны всего-то один раз И разве мог он тогда подумать Что вернется сюда, чтобы отстоять Москву В это время Меня считали погибшим Из письма Клочкова Домой 16 октября Операция тайфун Гитлеровцы обрушились На Волоколамское направление Четырьмя дивизиями На каждый батальон Приходилось по 5-6 километров обороны Артиллерии надежной помощницы Всего-то два Да и то не всегда Орудия на километр Как же ничтожно мало Неужто найдутся силы выстоять? Из воспоминаний маршала Жукова Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали Что им будет оказано такое Ожесточенное сопротивление При этом чем дальше они продвигались Тем сильнее нарастало это ожесточение А уже когда противник вышел К Москве Тут, конечно, наш каждый советский человек Вполне отдавал себе отчет Необходимость Еще больше оказаться против линии в руках Заголовки дивизионной газеты Они до сих пор пышут огнем яростных схваток Из мемуаров Рокоссовского Обойдя деревню с юга Гитлеровцы наткнулись на высоту Обороняемую 4-й стрелковой ротой Политруком которой был Василий Клочков Не часто в маршальские мемуары Попадают ротные политруки Тем более в рассказе о том периоде Когда было не до подробных записей Панфиловцы не просто оборонялись Но и поднимались в контратаке Враг отступал от высоты не единожды Оборона дивизии стержена Беспрерывными бомбежками А главное ударами танков В донесениях все чаще мелькают слова Остатки рот, остатки батальонов От звуки пережитого В наконец-то полученном дома письме Клочкова Нахожусь в районе обороны Подступов к родной Москве Эту фразу многие бойцы Тогда писали в письмах домой Просто, а сколько же за этими словами Долгие дни и ночи Жестоких, кровопролитных боев По всему фронту обороны Москвы Поистине достойны уважения их жизни О каждом из них мог бы идти отдельный рассказ Они же рассказали о тех, кого уже нет с ними И о Клочкове Полюбился он своей роте Да и как не полюбить Не только смел, но и заботлив Внимателен Умеет дружить Храбрый он был Не то, что лихой Это бы им не понравилось Но опасности в бою не боялся А вот фотографии его ротного командира Павла Гундиловича Они крепко дружили Комиссар их полка Мухаммедьяров Он истинный партийный наставник Клочкова Комиссары и политруки Они ничем не отличались от них Бойцов передовой За исключением, пожалуй, одного Они, посланцы партии Должны были быть первыми во всем и всегда Герой Советского Союза Гвардии политрук Клочков Василий Георгиевич Герой Советского Союза Гвардии политрук Клочков Василий Георгиевич Пал смертью храбрых В боях за свободу и независимость Нашей Родины Гвардии рядовой Поляков Гвардии рядовой Владыкин Гвардии рядовой Алтынбайер Гвардии рядовой Смирнов Взгляд политрука словно вопрос как живете однополчане из легенды смотрит на своих однополчан на сыновей своих и внуков василий георгиевич клочков смотрит советует требует как живешь для роты это звучит прежде всего что умеешь как стреляешь владеешь техникой крепка ли дисциплина всегда ли готов на защиту родины политруки политруки фронт укрепил характер и убежденность политрука клочкова в наградном листе читаем в ожесточенных боях с германским фашизмом политрук клочков считается храбрым воином и верным сыном партии и социалистического отечества клочков представлен к ордену красного знамени и говорил он тогда слова пока у меня бьется сердце пока у меня руки держат винтовку я до последнего вздоха буду драться за свой народ за москву за родину высокую награду я оправдаю счастью говорят были два письма но в это время меня считали погибшим я жив здоров и не вредим долго не писал вам потому что несколько дней подряд были жаркие боевые дни эльвира васильевна дочь клочкова не узнать в этой учительнице девчушку с фотографии первых военных дней мы ее разыскали в якутии уже много лет она учительствует здесь она рассказала нам вот на той всем известной фотографии где я стою на коленях у отца и где он подписал за будущей дочке ухожу на войну мне всего три с половиной года и я всегда хотела быть похожей на отца он действительно для меня был как будто путеводной звездой он всегда оставался с нами это как завещание за мир уходили на войну погибали думая о мире для нас для всех кто живет на земле не на георгиевна клочкова теперь уже прабабушка горе и сломила ее она медсестра с 50-летним стажем орден ленина медали вехи ее трудовой жизни ну конечно сейчас уже это все отдалилась вот правнучка уже у меня внук внучка и правнучка и конечно хочется чтобы не повторилась такой войны и вообще не было войн чтобы дети росли спокойно чтобы им не приходило ждать с фронта кого-то и волноваться что вдруг не придет с фронта не надо войну не надо войны скажет каждый из ветеранов иван демидович шадрин один из немногих клочковцев что остался жив в бою у дубосекова был вместе с клочковым был тяжело ранен контужен ему есть что рассказать что вспомнить товарищ клочков у нас только наказал чтобы не было паники никакой только поиск эти наказы входил к нам что мы должны быть выполнять долг и все сказал клочков товарищи велика россия позади москва отступать некуда да любил товарищ клочков политрук любил песни веселился все только панику не создавайте а какую песню он любил коробочку пел раз полны полны моя коробочка мы клочкова за песни полюбили вспомнят многие из ветеранов политрук тоже гордился своими солдатами мое подразделение считается лучшим в части это в письме домой политруки политруки как же много тогда зависело от них от их убежденности смелости личного примера в самый трудный для родины час из гитлеровских приказов солдаты перед вами москва за два года войны все столицы континента склонились перед вами и тут же из фашистских донесений все частные успехи в общем и целом ничего не значат мы застряли между тем русские выигрывают время это очень скверно ниночка и доченька здравствуйте привет вам поздравляю с 24 годовщины октября празднику за работу вернее набил столько фашистов конечно со своим подразделением что командование части представила меня к правительственной награде некогда прости что мало написал целую вас с дочкой крепко ваш папа рассказывает писатель валентин 8 даже в том как он воевал воевал тонн прямо скажем немного два два с половиной месяца я уже знал что он был награжден еще то дубосеку орденом причем большим орденом заслуженным орден фронтовики это знает орденом боевого красного знамя ну собираю материал и вдруг какой-то газете читаю что у него вроде бы второй орден удивился потому что мне никто о нем не говорил ни родственники не жена они ветераны с кем-то никто об этом не говорил но я естественно в архив военный мне говорят мы ничего не знаем вот прошел звоню поможете они к этому времени как-то поверили в мою работу поверили возможность поиска дополнительных фактов биографии этого человека и говорят приезжай мы тебе дадим все все что где-то больше искать сижу день сижу два сижу три несколько дней сижу и вдруг натыкаюсь в одной из папок на представление к награждению василия клочкова орденом боевого красного с нами но опять ничего не понятно опять ничего понять не могу ну что вроде бы строчки одинаковые с представлением на первый орден назовем так первого вдруг смотрю пометочкой кандашом убит а это ниточка к тому что значит действительно писала второе представление на второй орден ну сейчас трудно сложно просто нет время рассказ сколько я еще дней просидел в архиве в архиве нашей советской армии чтобы докопаться и найти даже за подписью маршала жукова приказ о награждении василия георгиевича колочкова вторым орденом боевого красного знамени 7 ноября в этот день страна слушала голос верховного главнокомандующего он не скрывал враг у стен москвы но вселял уверенность и звал к победе жадно вслушивался в голос москвы и политрук клочков сегодня не ног солдаты провели праздник в землянках и окопах провели неплохо даже выпили вспомнил тебя и дочку что пережил клочков в этот праздничный день выступал на полковом митинге был у солдат в окопах говорил с ними волоколамское направление дубосеково несколько десятков шагов обороны он и неизвестного всем разъезда после парада 7 ноября панфилов отдал приказ перед нами великая историческая задача не щадя своих сил выйти на борьбу с решимостью победить или умереть ни шагу назад таков приказ родины вспоминает участница обороны москвы военная медсестра дочь панфилова валентина иванна 16 ноября по движению раненых мы почувствовали что наступил такой решающий что ли момент когда надо было дивизии выстоять и победить не пропустить врага в москве раненые поступали очень возбужденные нам больше всего меня поражало то что вот работая под обстрелами и раненые когда поступали то каждый из них стремился остаться здесь может быть я смогу здесь подлечиться ты слышала валюша как сражаются наши орлы танки немецкие подрывают поджигают бутылками даже самолеты сбивают из винтовок ротный политрук клочков спешит ко второму взводу в передовые траншеи бой уже был в разгаре накатилась первая волна отбили вторая волна танки снова атакующий вал вот тут и раздался призыв политрука и известный сейчас всему миру велика россия отступать некуда позади москва отбиваются бойцы вот и клочков бросает под танк свою последнюю связку перебита гусеница и сам смертельно ранен они не дрогнули перед таранным ударом 50 вражеских танков и победили 4 5 часов выигранных у врага однако поистине драгоценными оказались они для москвы путь к столице был перекрыт ротой и ротами полком и полками дивизии и дивизиями всеми кто стоял тогда насмерть у ее стен это знаменательно и символично встретиться ветеранам панфиловцам в год сорокалетия победы священном для них месте разъезде дубосеково дружба скрепленная общим горем и общей победой а снова зима снова морозы и снова их павшие боевые друзья рядом и клочков вот он впереди не довелось увидеть политруку мирных дней ведь не о войне думал наш герой о мире о мире для всех и навсегда не дошел василий клочков до стен рейхстага не увидел победу но в тысячах строк выведенных на рейхстаге мелом штыком мы угадываем и подпись политрука политрука василия клочкова а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok